Люстры, бра, настольные лампы, торшеры, уличные фонари, встроенная арматура. Советская, 97. Здравствуйте, ребята! Здравствуйте, ребята! Меня зовут Света, а в гостях у меня сегодня Настя и Арсений. Ребята, скажите, пожалуйста, вы знаете, где вы сегодня оказались? В телепрограмме. Я вам больше скажу. Вы оказались в стране безопасности. А вы знаете, что это за место? Да. И что это за место такое? Это где все безопасно. Правильно! Давайте присядем, я подробнее вам и нашим маленьким телезрителям расскажу о стране безопасности. Итак, ребята, страна безопасности – это удивительное место, оно единственное на Земле. И здесь с вами ничего плохого случиться не может. На протяжении четырех дней мы будем учиться простым правилам грамотного поведения буквально в любой ситуации. И эти правила мы постараемся объяснить нашим маленьким телезрителям. Это первый важный момент. И второй есть очень приятный момент. Это конкурс, а это значит, что в конце игры определится победитель, который получит главный приз. Впрочем, хочу вам сказать, что тот, кто проиграет, без подарка тоже не останется. Как я уже сказала, мы с вами в стране безопасности, здесь ничего плохого произойти не может. Но вокруг нас, ребята, огромный мир. И там может произойти все, что угодно. А это значит, что мы с вами должны быть готовыми ко всему. Сейчас, ребята, я вам расскажу о теме вашего соревнования. Но для начала ответьте мне, пожалуйста, на вопрос. Как вы думаете, что объединяет все предметы, которые находятся у нас на столе? Это медицинские предметы. Правильно, все эти предметы связаны с медициной. Они, ребята, были придуманы и изобретены для того, чтобы оказывать человеку первую медицинскую помощь. Об этом подробнее нам чуть позже расскажет наш эксперт, детский доктор. А сейчас, ребята, время приступать к нашему первому соревнованию. Итак, конкурс называется «Загадки». Будем отгадывать загадки. Любите отгадывать загадки? Да. Хорошо. Суть такова. Я читаю вам загадку, а отгадку вы должны найти каждый на своем стенде. И на скорость принести мне за правильный ответ одна фишка. И еще одна фишка достанется тому, кто справится быстрее соперника. Ну что, все понятно? Да. Ничего сложного, поскольку у нас сегодня первый конкурсный день. Вот задание очень даже простое. Ну что ж, ребята, если вы готовы, то я читаю первую загадку. Он большой, как мяч футбольный. Если спелый, все довольны. Так приятен он на вкус. Что это за мяч? Побежали. Что за мяч такой? О чем? Быстрее. Молодцы. Одновременно. Присаживайтесь. Что это, ребята? Арбуз. Правильно. Конечно же, это всеми любимый арбуз. Очень быстро справились. Поэтому, Настя, и тебе одна фишка за правильный ответ, одна за скорость. И тебе, Арсений, тоже самое. Вот и оказались первые фишки в ваших коробочках. Сюда складывайте. Моя. Вторая загадка. Внимание. Знают этот фрукт детишки. Любят есть его мартышки. Родом он из жарких стран. В тропиках растет. Побежали. Правильно. Что в тропиках растет? Банан. Банан. Ребята, ответ у обоих у вас правильный. Арсений за правильный ответ фишка. А Настеньке за правильный и за быстрый ответ. Она была чуть быстрее на этот раз, поэтому две фишки. Следующая загадка. Этот фрукт на вкус хорош и на лампочку похож. Побежали. Быстрее, быстрее. Ну вот, на этот раз Арсений был быстрее. Ну, Настя за то правильный тоже ответ. Что это такое, ребят? Это груша. Груша. Правильно. Груша. Итак, Арсений, твои две. Настенька и твоя одна за правильный ответ. Итак, в этом конкурсе, в нашем первом конкурсе, у меня для вас осталась самая последняя загадка. Так что будьте внимательны. Последняя возможность в первом конкурсе выиграть фишки. Цитрус, но не мандарин. Не грейпфрукт, не апельсин. С чаем сладким дружит он. Желтый, кислый фрукт. Побежали. Молодцы. Арсений просто дотянулся с картинкой. Что это такое? Лимон. Лимон. Совершенно верно. Молодцы. Очень быстро, поэтому за скорость я вам тоже, конечно, даю фишки. Итак, ребят, первый конкурс мы с вами сыграли. Его итоги мы подведем чуть позже. А сейчас, ребята, настало время встречи с нашим экспертом по детской безопасности, детским доктором. Сейчас вы знаете, как его зовут. Внимание на экран, он уже вышел с нами на связь. Ребята, привет. Привет. Меня зовут Артем Витальевич, и я работаю в детской больнице. Наша работа – это помогать вам в случае, когда вы заболели или с вами что-то произошло. Ребята, сегодня я хочу поговорить с вами о витаминах. Как вы, наверное, знаете, витамины очень нужны нашему организму, чтобы быть здоровым, сильным и умным. А недостаток витаминов сказывается на нашем иммунитете, который слабеет, в результате чего мы можем заболеть. Например, недостаток витамина С в осенне-зимний период может привести к тому, что человек может простудиться или заболеть гриппом. Кстати, сегодня я хочу поговорить с вами именно о витамине С. Ребята, а вы знаете, какой из фруктов содержит витамин С? Лимон. Правильно, Арсений. Это действительно лимон. Ребята, а для того, чтобы ваш организм был богат витамином С, помимо лимона следует употреблять такие продукты, как чай с шиповником, ягоды черной смородины, капуста, облепиха, киви и апельсин. Также не забудьте попросить у родителей приобрести для вас в аптеке витаминки, которые называются аскорбиновая кислота. А на сегодня у меня все. И я желаю вам успехов в игре и крепкого здоровья в жизни. Ребята, впереди у нас еще решающее испытание на сегодня. Финальный конкурс и последняя возможность заработать фишки. Сейчас мы проверим, насколько вы внимательно слушали доктора и как справитесь с моим заданием. Сейчас узнаем. Итак, я раздаю вам по две карточки. Красная и зеленая. И буду читать, ребята, вам фразы. Они могут быть правильные и неправильные. Если правильная фраза, как вы думаете, какую карточку вам надо будет поднять? Зеленую. Зеленую, верно. А если неправильная, соответственно, красная. Ребят, правильный ответ стоит две фишки. И плюс еще одна третья фишка тому, кто быстрее соперника поднимет правильную карточку. Ну что, будем начинать? Да. Итак, слушаем первую фразу. Витамины очень нужны нашему организму, чтобы быть здоровым, сильным и умным. Правильный у вас ответ. И у Насти, у Арсения. Арсений, тебе две за правильный ответ. А Насте три за правильный и быстрый ответ. Быстрее среагировала Арсения. Вторая фраза. В лимоне витамина С нет. Ой. Правильно, правильно, правильно. Очень хорошо. Молодцы, ребята. Очень быстро и одновременно. Поэтому каждый из вас за скорость зарабатывает фишку. У меня сбережения большие. Большие. Сейчас мы их сосчитаем. Третью фразу слушаем. Недостаток витаминов может привести к болезни. Я первую. Вы не согласны с этой фразой, ребят? Ой. Ну, уже поздно поднимать. На самом деле, это действительно правда. Недостаток витамином может привести к болезни. Нужно было поднять зеленую карточку. Ребят, фишки никому не даю. Слушайте следующую фразу. Последняя возможность фишки заработать сегодня. Если съесть 10 лимонов, то никогда ничем не заболеешь. Так точно поднимаешь красную? Арсений, зеленую. Ребят, Арсений, ты согласен с тем, что если ты съешь 10 лимонов, то ты никогда и ничем не заболеешь? Уже поздно, мой хороший. Ребят, так делать нельзя, есть такое количество лимонов. Потому что, во-первых, все витамины в любом случае не усвоятся. А во-вторых, можно еще не только не заболеть другими болезнями, но и получить аллергию от такого количества съеденного лимона. Лучше не экспериментировать таким образом. Договорились? Да. Хорошо. Фишек ты не зарабатываешь в этом конкурсе, а Настя зарабатывает две фишки за правильный ответ. Первый конкурс наш игровой завершился, игровой день. Давайте посчитаем, сколько фишек вы заработали сегодня. Быстренько. Считайте сами, но внимательно считайте. У меня 12. Так, у Арсения 12, а у Насти? 14. 15. А у Насти 15. Ну что ж, разбежка совсем небольшая, всего лишь в три фишки по итогам первого дня. На сегодня все. Встретимся завтра в стране безопасности. Пока-пока, ребята, до встречи. Пока-пока. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова